один мой друг сказал что горы это место силы и с этим трудно не согласиться особенно когда видишь как люди попадают в атмосферу и не могут уже от нее отказаться и ты видишь снова снова и снова материально круто первая поездка приисковый запомнилась мне очень хорошо наковырявшись здесь по огородам в городе в снегу в грязи решили двинуть все-таки в настоящие горы про приисковый мы уже слышали от лыжников что есть такое чудо место где снег лежит с сентября по май где дома заметают по третий этаж это был сентябрь 5 6 года собрались две машины две телеги 4 снегохода сели и двинули ну и вот мы едем дачниц назарова ужур погода отличная настроение отличное подъезжая ближе к копьё настроение начинает уже портится мы абсолютно никаких признаков снега нам обещали море снега приисковым ну логично было предположить что он начнется как-то плавно нам обещали просто столько что мы уже думали что скопьё уже точно должно начинаться там понарастаешь снега не было все приуныли едем дальше в планах уже никакой каталки нет приехать переночевать уехать и вот мы подъезжаем к заветной табличке приисковый ну и тут мы охренели от увиденного было четкое ощущение того что мы уехали куда телепорт ехали не по дороге телепортировались прямо в зиму заезжая в пелену в буран во вьюгу и из этой из вот этого всего выезжает бульдозер с полным ковшом снега то есть два бульдозера чистят задутую дорогу остановились сгрузились на завели снегоходы зажали газ и и скрылись в этой же где-то пелене и так у нас началась совершенно новая жизнь связанная с горами снегоходами снегобратьями ну и все больше в черте города я не катался ни разу что такое приисков в те времена это поселок в котором не было дорог не было света пустые магазины не было хлеба раньше смотрели мы рп-5 погоду если дул ветер мы приисковый не ехали если там шел снег потому что если там идет снег ты можешь там прилипнуть на недельку то есть нет дороги нет света поэтому дует ветер идет снег мы не едем сейчас все точно наоборот жили в те времена мы у тети вали на квартире из средств связи у нас был с ней сначала был телеграф давали настоящую телеграмму тетя валя за пт выезжаем точка за пт жди точка и по приезду нас залазить а валя квартирка и и уютно и с борщом с пирожками на самом деле было душевненько было хорошо вам мой первый снегоход это ямаха rx-1 без задней передачи без слез даже сейчас уже не вспомнишь этот снегоход я даже не помню длину его гусеницы то ли 130 там 8 то 142 что-то такой кроссовый кроссовая гусянка в тех снегах на таком снегоходе путь самурая можно сказать начался этот путь самурая с rx-1 у меня было и маха нет это японское чудо такое было на тот момент венец творения там инженерной мысли красивая мощная машина заводилась ключика десятки тысяч километров наматывали особо без какого-то там техобслуживания меняли масло и вперед ну постепенно начало приходить понимание тоже что опять же что-то не то надо что-то делать надо что-то менять менять не труб было особо не на что почему-то сами ты вообще не рассматривались был только артикет 08 на то время крайне не хотела менять японское чудо на американское ведро к тому времени у нас команде появился один код ну и стояли все в одном гараже вот стоит код стоит нитро я вот так хожу на них смотрю ну как можно поменять вот это вот чудо техники но вот это вот ведро просто ведро не ведро друг это ванна то есть открываешь ему этот капот он на вот этих тросиках вот так вот все это болтается шатается не дай бог тебе придется куда-то руки засунуть учета где-то починить левая по локоть мазуте право по локоть разодрана упирался долго но потом что-то все-таки как-то там взял волю в кулак продал нитру доплатил еще и купил артикет я прогрелся на коте понял что все сделал абсолютно верно и абсолютно правильно код ехал по снегу я ехал на нитре под снегом в те времена артикет был основным горным снегоходом откатал я на нем долго вот до появления polaris а в будке прорайд это был одиннадцатый год это шури албас был тест пилотом я попробовал этот снегоход хватило буквально минут 15-20 чтобы понять что это это следующему снегоход то есть кота надо продавать появился клевый сбалансированный разрисованный легкий в меру мощный снегоход как все было хорошо мотор пока не было что такое надежность то есть катаясь на нитре на той же проезжает по десять тысяч километров не заглядывая в нее вообще под капот мы на шуру и албаса димаса смотрели на долгу что так сухмылочка типа ну да ну да ну да 3000 километров до саммита потом замена изофлекса на подшипниках то есть о какой надежности вы говорите а то есть везде все шпистрила роток с надежный мотор понимание было абсолютно то есть ну ладно потом пересели на котов коты ходили ну тысяч по пять по шесть ну по восемь ходили к ты мы тоже так с ухмылочкой в их сторону на саммиты ребята мол чего вы ненадежность 3000 это очень мало потом мы сели на поларис и вот тут пришло понимание что такое что есть надежность саммит в наших глазах стал самым надежным снегоходом то есть если проехал 100 километров ты крутой вообще пацан ты счастливчик просто родился под удачной звездой некоторые люди могли съехать с телеги ну пробеги в 200 300 500 километров ну средний пробег в 500 километров 800 900 тысяч это я такие пробеги начал наблюдать только недавно честно говоря по три по две там тысячи то есть у тебя стоял выбор ты мог кататься передвигаться так скажем на надежной технике и ты мог жечь и быть райдером на спортснаряде но на такой на ломучей технике мы практически все выбрали второй вариант весной постоянно туда приезжает все набирают кухня это кухня это кухня это все балное вред понимаешь жабы как страшно за них блять они работают заебением блять вертикально блять Она летом таскала. Летом. И там салазы. Вертикально цюрера поднимаются. Машины, видимо, нормальные. Но машины заебатые у вас. А я там харюз. В то время в Приисковом кроме нас никто не катал. То есть весь Приисков был только для нас. Мы даже местное население там не видели. Ну, в принципе, видели его редко. Было полное ощущение, что мы на какой-то другой планете. Не думали, что возможно, когда-то кто-то как-то тут еще где-то появится, очутится. С появлением шури Риалбаса, то есть Приисковый начал приобретать свою популярность. То есть он делал отчетики, фотографии, постил их на сно-мобайле. Постепенно народ начал подтягиваться, узнавать, интересоваться, что это, где это, как это. Ребята, ну круто, клево, там много снега. Где, как, что. Ну, а потом начали потихонечку приезжать. И вот однажды одним морозным утром еду я на своем коте по своей деревне и вижу, что в центре стоит несколько снегоходчиков на горных снегоходах. И у меня был шок. То есть я в первый раз увидел людей, то есть таких же там. Я не знаю, зачем это сравнить, знаешь, как два племя каких-то. Сто лет жили, друзья, пора. Тут встретились, что еще, оказывается, такие же есть. Ну, само собой, я же не мог попасть лицом-то мимо грязи в этой ситуации. Надо было уже показать, кто есть кто, что да как. Ну, пришлось газануть, зажать газ, скакануть, прыгануть. Ну, чуть-чуть это не стоило жизни дум собакам. Но, слава богу, все обошлось. И с тех пор Приисковый начинает обретать популярность, набирает обороты. В девятом году здесь начали кататься приезжие ребята. А буквально уже через четыре года тут уже Бурант крутил свои хаповеры. Здравствуйте, мои маленькие репетиции снегоходной. Здравствуйте. Саня наконец-то настроился. Ну, приветствую вас. Спасовный был встанк. Это новое место. Новая мягкость снегоходного снегохода России. По большому счету Шура раскрутил это место. Про стиль катания. Раньше стиль катания был, конечно, такой интересный. Совсем другой, непонятный. Если вообще можно жить каким-то стилем. Вставали в 6 утра. Это был как спортлагерь. Ранний выезд, быстрый завтрак, ранний выезд. И такой суровый туризм. Бывало до часу, до двух ночи. Чем занимались? Просто вставали и долбили горы. Могли заниматься пятница, суббота, воскресенье. Просто кто выше заедет. Как-то вот был такой интерес. Ну, правда, надоело быстро. Потом начали опять же долбить горы, но уже под небольшим углом. То есть тоже быстро надоело. Захотелось. Какие-то сложности, какого-то сложного рельефа. Угла, склона. Деревьев. Ну, и так вот пришло понимание какое-то вот техническое вождение снегохода. Раньше был маршрут один. Сначала до Ивановских озер, потом за перевалку. Это пятое-десятое. Снега было гораздо больше. Копали очень дофига. То есть, ну, наверное, не катали, больше окопали. Но были такие интересные моменты. Навалило снега. Причем навалило его разом. Очень много. Зажали мы газ где-то вот еще на телеге, наверное. И не отпускали до первой поляны. Сходишь со снегохода и уходишь по шею в снег. В такой ситуации залезть на снегоход практически невозможно. То есть, такое тоже было. Еще мы довольно быстро распробовали прыжки. Это незабываемое ощущение. Особенно, когда в первый раз перелетаешь через ручей, каналы. Ну, неважно через что. И перелетаешь только потому, что ты ее заметил поздно. Эту яму тормозить тебе нельзя. Тебе надо только газануть. То есть, ощущение вот этой вот безысходности. То есть, ты уже все, ты стоишь уже перед вот этой какой-то пропастью. Пускай это даже и маленькая пропасть, но это пропасть для тебя. Ты ковинеешь. И у тебя нет хода назад, нет дороги назад. Ты должен все сделать один раз и четко. Конечно, это очень кайфовое ощущение. Вот эта свобода, грубо говоря, такая невесомость очень вкатила. Очень мы это дело полюбили. Занимаемся, в принципе, этим мы по сей день. С началом прыжков туризм, снегоходный туризм для меня закончился. Прыгали много. Особенно, когда познакомился с Лехой Аладдином. Он с Сургута к нам приезжал. Это, наверное, был основной такой единомышленник в нашем дружеском соревновании по прыжкам. По вот этим вот всем финтам в полете. Учились друг у друга, учились по видео. Ну и так вечерами обсуждали, как да что. Физика поведения снегохода, где там газону, где тормознуть. Тогда я начал формироваться мой стиль, так можно сказать, катания, который развиваю, совершенствую по сей день. Его можно описать как смесь технического катания, прыжков и выполнения каких-то сложных элементов, естественного рельефа. Еще стоит сказать, что в то время у нас не было никакого представления о какой-то безопасности, о лавинной безопасности, о безопасности вообще в целом, о правилах поведения на склоне, о групповой какой-то дисциплине катания. Катали и прыгали, вообще совершенно не думая о каких-то последствиях. Плоскачь, не плоскачь, приемка, не приемка, там лавина опасная, склон, нет. Никто вообще об этом не думал. Никто не принимал всерьез. Переисковые эти сопки, это были не горы, это были сопки. Ну и вроде бы как, что там вот снегу там, ну пускай меня засыпет по колено, ничего страшного. Ну, первый случай показали обратное. Поэтому к всей этой движухе нужно относиться с умом, всерьез подходить к правилам безопасности, к команде своей. Это мы поняли позже. Если сравнивать Брисковый сейчас и тогда, конечно же сейчас все уже иначе. Комфортные гостиницы, сервис, магазины запчастей, экипировки. Это все то, на что может рассчитывать человек, приехавший к нам в 2018 году. Мы начинали катать в свитерах, в шапках. Да и мы теперь уже катаемся больше не для себя, а для гостей школы с целью передать им свой опыт. С одной стороны, нет уже того духа первооткрывательства, но с другой стороны, ты можешь открыть этот мир новым людям и видеть, какой заряд эмоций они от этого получают. И это тоже очень большой кайф. В любом случае, Брисковый это очень круто. Горы это очень круто. Брисковый это очень круто.